На крупнейшем республике храме, строящемся Благовещенском кафедральном соборе, установлены крест и купол. Церемония установки прошла в соответствии с православными канонами. Работу строителей, как и сам крест, осветил архиепископ Ишкаролинский Марийский Иоанн. Напомню, что уникальное здание на площади Девы Марии по завершению строительства станет главным православным храмом республики. Дорогое во всех смыслах строительства, и это особо подчеркивает власть республики, происходит на частные пожертвования. В церковном календаре день 28 октября 2013 года не отмечен какими-либо крупными праздниками. Однако на площади Девы Марии, устроящегося Благовещенского собора, все поздравляли друг друга именно с праздником. С точки зрения строительной, установка главного купола с крестом над зданием кафедрального собора означает завершение основного этапа. Внешний силуэт сооружения после этого изменится незначительно. Самое главное, Благовещенский собор обретет свои окончательные параметры. Пока, впрочем, суеверные строители не берутся утверждать, составит ли высота главного храма республики 74 метра или он будет выше. Результаты замеров обещали объявить дополнительно. Духовная составляющая произошедшего и вовсе не подвержена каким-либо человеческим измерениям. О значении нового храма никто не скажет так, как архиепископ Ишкаролинский и Марийский. Сама погода, ее тишина, спокойствие не просто благоприятствует поднятию купола, потому что один листочек сегодня не шевелится, но и свидетельствует всем нам о том, что сама Пречистая Богоматерь участвует в этом великом священнодействии. Действия, которые за внешним поднятием креста на кровлю собора имеют внутренний глубочайший смысл. Все – это самая высокая точка нашего города. Все освящается Животворящим Крестом Господним. И воздух, и люди, и весь наш Марийский край обретает твердую защиту, обретает то духовное бесценное сокровище, которое дарует каждому человеку всегдашное твердое убеждение. Если Господь хранит нас силу и честна Гожетворящего Креста, тогда все дела наши и действия по возрождению Марийского края освящаются и обретают духовно-нравственный смысл. И красота, воплощаемая в камни, становится той духовной красотой, которая спасает человека от тьмы, греха, от безразличия. И каждый человек обретает смысл своей жизни. В кафедральном, то есть центральном, главном в епархии этот собор делают его размеры. На строительство самого высокого каменного здания Ишкарлы потрачено 4 миллиона кирпичей. Площадь зала, в котором будут проходить церковные службы, составляет 1300 квадратных метров. Собор без труда вместит 1500 человек. Особо подчеркивается тот факт, что недешевая, судя по архитектурным формам и размерам сооружение, строилась исключительно на частные средства. Собор, конечно, уникальный, красивый, впечатляет и очень дорогой. Но я хочу сказать, что здесь нет ни рубля, денег бюджетных. Никаких бабушек, дедушек мы не обделили и обездоленных ни в коем случае не обделили. Здесь сугубо деньги, которые пожелали дать люди, которые заработали эти деньги, заплатили налоги. И вы желали построить в своем городе вот такой великолепный собор. Многие люди даже не живут в Вишкороле, просто помогают нашей епархии. И очень серьезно помогают епархии, помогают православию. Сегодня действительно большой праздник. И дай Бог, чтобы мы достроили этот собор, и он нас всех радовал. А самое главное, чтобы люди молились здесь, крестились, венчались. Чтобы собор нас радовал, и у нас было место, куда мы могли прийти и помолиться, открыть душу свою Всебудшему нашему Отцу и Престой Богородице. После освещения центрального купола с крестом строители потратили примерно час на подготовительные работы. Без специализированной техники невозможно поднять почти шеститонную конструкцию на высоту, соответствующую 20-м этажу жилого дома. Наверняка будут еще этапы строительства Благовещенского собора, которые привлекут внимание горожан. Однако по традиции, вслед за установкой главного купола, следующим крупным этапом называют освещение уже полностью построенного храма и передачу его верующим. Соглашает жителей республики к участию в поэтическом конкурсе «Осеннее вдохновение». Автор лучшего стихотворения будет удостоен денежного приза в 20 тысяч рублей. Обладатели второй и третьей премии получат по 10 тысяч рублей. В конкурсе может принять участие каждый житель республики Мариэл. Прием конкурсных работ до 1 ноября. Подведение итогов конкурса 4 ноября. Ваши стихи отправляйте по электронной почте. 12-собака-тв-регион-12.ру Все конкурсные работы будут опубликованы на сайте телеканала «Регион-12» www.tv-region-12.ru Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok